ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только на 60-е годы прошлого столетия их произошло три. Ил-18 разбился в Ашхабаде, Боинг-707 на горе Фудзи, это Япония, и еще один 707-й в Гваделупе. Последняя авиакатастрофа зафиксирована 5 марта 2011 года вблизи села в Белгородской области. Тогда разбился самолет Ан-148, выполнявший учебно-тренировочный полет. И сегодня мы пригласили в нашу студию обсудить эти фатальные даты нумеролога Фатиму Хадуеву. Доброе утро, Фатима. Доброе утро. Вот все-таки, да, один из основных вопросов, который нас интересует, это совпадение или все-таки фатальная какая-то дата? 5 марта. Ну, смотрите, 5 марта у нас связана не только с авиакатастрофами, но одна из самых таких дат, это день памяти, то есть смерти и Сталина, и Анны Ахматовой. Вот. Вы привели список авиакатастроф. Смотрите, 5 марта, это начало весны, правильно? Первое пробуждение. У людей начинается такая форма авитаминоза и эйфории. То есть некоторая бдительность и эйфория от начала весны у всех человеческим фактором проявляется. То есть это даже не с нумерологией связано, а даже больше, наверное, с психологией и медициной? Да, в большей степени человеческий фактор. Но я вам объясню по цифрам. Пятерка очень сильное, яркое число, само по себе. 5 – это лидерство. Ну, возьмите, поставьте человечка вот так, да? У нас есть две руки, две ноги и голова. Получается 5. Звезда такая, своеобразная, пентаграмма, да? Многие говорят, вот пятерка – это мощный, сильнейший оберег при всем том, что вы говорите о катастрофах. Но у нас здесь включается троечка – март. Тройка – это хоть с одной стороны и стабильность, но с другой стороны – это женская такая, ну такое нутро. В сумме эти цифры дают 8. Для китайцев 8 – это потрясающее число. Это говорит о деньгах, о богатстве, о росте, о расширении. Да, ну смотрите, вот нам сегодня… Стоит опасаться, скажем… Настраивать себя на некую осторожность, скажем так. Я сегодня себя настроила, вы видите, в такой яркий весенний цвет. И нам надо настраиваться всегда и ежедневно, лишь только на хорошее. Смотрите, вы привели даты, в те даты, особенно 60-е и 70-е годы, у нас планеты шли таким образом, что они усугубляли действия даже технических средств. А самолет у нас самая техническая машина. Вы понимаете, на эти даты обращают внимание даже, ну не только люди, которые, скажем, ну… Суеверные, да. Есть специалисты высокого класса, которые обращают внимание именно на даты. Мы хотим привести в пример 24 октября. На этот день никогда не назначают старт ракет. Ракет. Ракет, да, и никаких серьезных работ в космической отрасли, да. 24 октября 60-го года на стартовом столе Байконура произошел взрыв ракеты-носителя. Погибли десятки человек. 24 октября 63-го вспыхнула ракета. Опять сгорели 8 человек. Поэтому вот, собственно… Смотрите, 24, в сумме дают 6. 11, это ноябрь, это октябрь, то есть там получается, у нас дает… Октябрь 10, октябрь 10. Десятка, то есть она дает 24, 25. Та же семерка. Вы понимаете, незакономерно сами по себе числа, но закономерен переход 24 октября – это переход из весов в скорпионы. Скорпионы у нас отвечают за смерть сам по себе. А так как у нас полеты в космос курируются Плутоном, власть под мир мертвых… Но неужели действительно специалисты космической отрасли, которые рассчитывают с такой точностью дальность полета… Абсолютно верно. Они будут учитывать, потому что влияние Луны доказали, что если у нас полнолуние, у нас там отливы-приливы. Зависимость нас, людей, 80% жидкости от Луны, очень сильная. Так же и от планет. Уран очень серьезно играет даже на ваши компьютеры, на ваши телефоны, когда он в какой-то неправильной позиции. А они, летающие в космос, они знают, что происходит за пределами. Там совершенно другая математика. Вы вполне серьезно говорите, что они все-таки будут учитывать… Каждый человек, каждый технический, любой научный институт, любые медики, любая аппаратура, они вычисляют не только с точки зрения математики, с учетом вселенной математичной, но еще и астрологии. Фатима, еще одну тему, которую мы хотели бы затронуть, это Клуб 27. Известные личности, которые вы имели именно в этом возрасте. Это Брайан Джонс, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми, Уайнхаус. Вот здесь есть какая-то магия чисел? Два плюс семь, я понимаю, тут девятка. Нет, здесь не магия чисел работает. Эти люди занимались определенным каким-то направлением, правильно? Ну правильно, музыканты, да. Музыка специфичная? Ну прямо скажем… Здесь, наверное, есть нотки гениальности даже в их творчестве. Нет, специфика музыки. Гениальность – это еще и состояние депрессионности, понимаете, да? Никакой закономерности в этом нет, есть только математика. То есть люди выбрали определенный образ жизни, у них есть определенная вибрация музыки, и они в ней находятся постоянно. Есть такое понятие – вода камень точит, да? Если каждый день вы будете надрезать себе кожицу, у вас здесь со временем она превратится в рану. Вот то же самое. Также происходит воздействие на их сознание, на их подсознание, на их уровни души. И случилось, если один кумир умер в 27 лет, психологическая зависимость от этой ситуации. И каждый подгоняется. И еще в это время как раз планета, отвечающая за развитие музыкальных способностей, начинает активную фазу разрушения. А как избежать этого, чтобы, скажем, не подчиняться этому сценарию, который подсознательно закладывается? Подходите ко всему без фанатизма. Живите где-то здоровым образом жизни. Занимайтесь физкультурой. Не загоняйте себя в рамки от ограничения своего хобби. Той же музыки, той же математики, той же астрологии, той же медицины. Расширяйте свои возможности. Занимайтесь и живите в радость. Все. То есть каждое утро нужно просто начинать с улыбки. Я правильно понимаю, что если свести вообще вот к самым основам, да? Да. Тогда все писатели должны, мужчины, особенно ориентироваться на цифру 37. Правильно, да? У нас Есенин, Пушкин, все в 37 лет уходили. Обязывает, как и приметы работает на человека, так и случаи из жизни, которые были. Вспомните Высоцкого, пожалуйста. Фатальные даты мы обсуждали с Фатимой Хадуевой, номерологом. Спасибо большое. И выяснили, что нельзя зацикливаться на каких-то негативных прогнозах. Так что, друзья, всем хорошего дня. Просыпаемся.